Теперь школьники и студенты СУЗов в возрасте от 15 до 18 лет смогут посещать зубного врача отдельно от детей и взрослых. В Ульяновском стоматологическом отделении номер 8 на Самарской, 24, заработал первый в регионе подростковый кабинет. Потребность в этом кабинете возникла уже давно. Мы стараемся открытием этого кабинета разгрузить детскую стоматологию и приблизиться больше к подросткам. В нашем кабинете будут работать высококвалифицированные врачи, оба доктора будут работать с высшей квалификационной категорией. Кроме подростков в кабинете будут обследоваться и призывники. Планируется, что за месяц избавляться от кариеса и лечить зубы здесь смогут 300 мальчишек и девчонок. Одним из первых посетителей нового стоматологического кабинета стал семиклассник Вадим Парфенов. Парень следит за своим здоровьем и поход к зубному дважды в год для него традиционная процедура. Раньше мы ходили в детскую поликлинику лечить зубы, но мне неудобно было ходить туда, потому что я лечился с маленькими. И сегодня я лечусь в этой больнице, потому что мне это нравится. А вот для кого-то поход к стоматологу настоящий стресс. Жительница Ульяновска Гузель Ганюшкина с трудом переносит процедуры, но с открытием в Ульяновске наркозного кабинета, считая девушка, все будет по-другому. Ведь теперь появилась возможность лечить зубы под общим наркозом. Очень много людей, как мне кажется, боятся лечить зубы. И только из-за того, что это больно, они не идут. То есть вот опять сейчас терпит все это, и поэтому стоит открывать. Спросили про противопоказания, то есть там какие-то ограничения есть. Вот у меня нет никаких ограничений, никаких аллергий. Новый наркозный кабинет заработал с 1 ноября и расположился на первом этаже стоматологического отделения номер 5 на железнодорожной 19. Показаний к общему наркозу у нас очень много. Во-первых, это первое, это пожелания пациента, вот тот пациент, который был сегодня об этом сказал. Конечно, это психоневрологические заболевания наших пациентов. Затем аллергические реакции при приведении местной анестезии в полости рта. И, конечно, это такое тяжелое психоэмоциональное состояние наших пациентов. Чтобы узнать о всех противопоказаниях, для начала пациентов осмотрят стоматолог и составят план лечения. После дополнительные методы обследования проведет анестезиолог. Всего подготовка и сама процедура займут у пациентов два дня. Ринат Алиолова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.